Друзья, мы продолжаем вещание из казино Сочи, где проходит мировая покерная серия WSOP Circuit Event Russia день 1C главного события. Маш, ну иди сюда, Дмитрий Шахов, твоя версия, как это произносится? Он скоро умолится, я тебе говорю. Он сидел, потом ноутбук швырнул. Нормально? Вы его весь день гоняли. Кто его гонял? Давайте расскажем. Друзья, топ-1 тема на Jeep Steam сегодня утром, когда я проснулась, была Дмитрий Шахов тельтанул на мировой серии. Как это было? Ну, как? Просто весь день меня гоняли с одного стола на другой, на другой. Я пытался хоть как-то уследить, как там Толик заливает фишки. Тут я сажусь просто на стул, последнее просто убежище, обычный стулик, и мне говорят, проваливайтесь со стула. Дилер говорит. И тут, и тут у меня бомбануло. Что ты сделал? Так фишки. Не, я мышку бросил. Мышку? Мышку. Да и ты там был, расскажи. Я думал, ноутбук швырнул. Он сам упал, да? Я еще не столько зарабатывал. Мышку можно. Сколько мышек уничтожено за все турниры? За турниры нет, но дома я штук 25 раз бил. Да он психик. Я говорю, вы взяли, он потом вас всех... Толик, а сколько ты уничтожил техники за... Да нисколько, я не ломаю никогда технику. Вот. Так, ну ладно, Дмитрий Шахов, спасибо. Дмитрий Шахов, освободите пространство, я вас умоляю. Иди с одного стола на другой. Если ты прилетаешь из Вегаса, вы слышали сейчас этот звук разбивающегося монитора, переворачивающегося стола? Толик, вот ты говоришь в СОП. Между прочим, ко мне подошли на днях иностранцы и говорят, вы такие смешные, вы русские. Почему вы все говорите в СОП? А как надо говорить? В СОП. А, ВСОП. А, ВСОП, окей. ВСОП, да. Ну, мы же на русском говорим. Ну, вообще-то да. Чего это я? Ну. Толик, ну давай рассказывай, ты у нас первый в камере, кто вот прямиком из Вегаса прилетел в Сочи. Как там, в Америке? Очень, очень все хорошо было в этот раз, не как обычно, я не так сильно уставал, отыграл мало турниров, но много раз попал в призы. 10 попаданий на мировой серии. Ты моя умница. А это не рекорд случайно? Да нет, рекорд был раньше у Константина Пучкова, тогда призовая зона была 10%, а потом сейчас сделали 15%, поэтому нет. Я имею в виду в этом году сколько, не знаешь максимально? Не знаю, мне кажется, 16-17 кто-нибудь сделал. Класс. Толик, слушай, ну раз уж мы про Вегас, то давай про Леди Гага. Сейчас, что с ней? Вы с Лёлей ходили на концерт? Я один ходил, я один ходил, она еще не прилетела тогда. Как я ходил на концерт? Я купил билет за 400 долларов, но там была комиссия 20%, короче за 500 получилось. При этом не вылетел из турнира, билет продал за 200, вот. Потом вылетел сразу после ужина, не попал на концерт, получилось потерял деньги. Далее я пошел в другой день, ну сходил уже подешевле билет, купил за 250 долларов. Кольцо упало. Порвались штаны, что ли? Кольцо упало. Вон оно. Спасибо. Лёля, смотри. На большой палец тебе надежды. Давай. Она выглядела влюбленной, взволнованной. Ну она была в образе. Неверной. А она-то здесь при чем? Ну хотя да, да, согласна. Ну так и... Так что, мы зашли, потом почитали комментарии у нее в инстаграме, прикольно было. Поет очень классно, выступает хорошо, да, супер концерт. Да, супер концерт, вообще топ. Если ты смотришь мою историю, смогла слышать. Я выкладывал. Конечно, смотрю, все доедино. Ну вот, видишь, а что ты задаешь такие вопросы? Толик, сколько времени ты тратишь на все эти сториз? Много. Очень много. Надоедает? Надоедает, периодически меньше из-за этого записываю. Вот сейчас вот даже влог не снимал практически здесь. Мне нужно еще доснять чуть-чуть, рассказать, как я в Вегасе выступил. В общем, есть чем заняться, я пока разглянился, да. Сочи? Да. Ты прилетаешь в Сочи и сразу попадаешь в ITM супер хайроллеров, но вылетаешь, к сожалению, в первой раздаче. В смысле? Почему в первой, не в первой? Во второй? Слушай, ты знаешь, вообще слухи разнятся в зале. А, там, в первой, да. И все спорят в первой или во второй. Да это ты... Ты в начале турнира, что ли? Ну, вылетел в первую раздачу, подумаешь, 250 блайндов и выставился. Короли в тузы издали, я думал, думал, выставился. Ну, подставной банк был немножко, я не ожидал. Вроде не должно быть тузов, но, с другой стороны, что там еще может быть. И поскольку рент, решил, ну ладно, не буду королей выбрасывать. Вчера записывали интервью с Андреем Чернокозом, который занял второе место в турнире супер хайроллеров. Он сказал, что ты был пьян на финальном столе. В смысле пьян? Конечно, поэтому оплатил все... Влада в пьяненький? Да? Первый раз в пьяненький. Я не верю. Было? Да, ну нет. Да было. Да не было. Ну, может, спроси у него, замажем? Замажем. Хорошо, на сколько? Или на что? Давай на желание, но с возможностью 5 вето. Окей. Дил. Дил, дил. Не надо? Давай-давай. Дил, дил. Хорошо, я какой-то фильм не подписался. Вербальная сделка заключена в штате Краснодарский край. Хорошо. Ты на 100% это гарантируешь, потому что мы с ним замазались. Я не знаю, может, мне подсыпали что-нибудь в витамины. Отлично. А Андрей, ты мне должен желание. Толик. Он что, не знает, что я не пью, что ли? Вот, я тоже самое говорю, ты что не знаешь, что он не пьет? Он тебе должен желание? И что же ты загадаешь, Маша? А хочешь? Да. Давай. Ну, что? Я не знаю, хочешь придумать? Ну, пусть тебе Брунелла купит икры черной. Класс. И меня позови. В Вагасимоте Андрей Чернокос. В Вагасимоте. 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 Что это такое? Толик, ну что, розовые штучки из Брунелла крутые. А, нет, пусть икры черной берет с блинами. 6 тысяч рублей, а он все на второе место занял, бабки есть. Вообще-то да. Две порции Вагасимоте для меня и Сашеньки. А для меня? И три, вообще, да, моральная компенсация Толика. Это десерт такой? Три порции Вагасимоте в пресс-зону, пожалуйста, завтрак 15.00. Сашенька недовольна, смотри. А, Саша сыроед. Тогда две порции Вагасимоте для Сашки что-нибудь сырое. Так что вообще ничего не будешь есть. Толик, еще одно. Да. Записывали интервью на днях с Вячеславом Заславским. Так. Он представился как... Это чувак с розовыми волосами, так и говори. Короче, он представился тренером высоколимитных игроков. Ну и что? Я говорю, ну ты взрастил кого-нибудь, типа там Толика Филатова? Он говорит, ой, Филатов там вообще даже рядом не валялся. Ну и? Ну чувак, ты когда-нибудь будешь поднимать свой уровень игры? Что я хотел спросить. А, я да. Ты же даже за Славским. Не, я поднимаю. Один СТМ сделал на ВСОПе, у меня такого сроду не было. За Славский, я думаю, и 12 должен в следующем году показать. Ты взрастил какого-нибудь ученика за эти полтора года, которым ты гордишься? И которого ты можешь нам сказать, что я Филатова обучала там, не знаю, или Семина. Безусловно, но Филатов, я думаю, даже не близко к людям, которые сейчас покоряют покерные олимпы, играют на самом высоком уровне, не побоюсь этого слова. Имен, конечно же, я не расскажу. Ну пусть потренирует меня. Сейчас Мэйн? Да. Как оно? Так. Нормально. 18 тысяч стек. А в средний? 80. Ну я думаю, за два уровня будет 100. Либо риэнтри. Толик, слушай, друг мой. Вот смотри, ты у нас представитель пати. Да, вот на клике. Амбассадор, да, я все вижу, да, да, я и так, в принципе, помнила. Ты какую-нибудь обратную связь получаешь от игроков по поводу новой системы онлайн дней? Нет. Но Антон Петров в периодическом инстаграме мне пишет, какие все сволочи, как ему не везет, там, ну, пьяный. Что ты отвечаешь? Мне просто надо знать, что отвечать в таких ситуациях тоже. Антохи? Можешь не отвечать ему. Можешь матом писать. Окей. Нормально, нормально все понимает парень. Куда ты направляешься после Сочи? Я еду в Разватов на серию Millions Europe. С? С 18 по 19 августа. С 18 по 19 однодневной серии? С 8 по 19 августа пройдет в Kings Casino. Многие собираются? Да, да, полно людей будет. Классная рекламка получилась, конечно, неубедительная. В смысле? Я тебе говорю, будет дофига людей, все приедут. Ну, Millions катать. Я согласна, 5 миллионов. Хорошая серия, да. Возьмите меня тоже в Millions. Не знаю, Маш. Я подумаю над твоим поведением. Благодарю. Маш, ну сначала нужно тебе на дикцию поработать. Потом перестанешь трястись в кадре. Ну, так я работаю пока на таких, как ты отрабатываю. Потом на Заславского. Ты меня, я хотел поесть, сходить в буфет. Уже полчаса прошло. Я же не сыроед. Друзья, и это был Анатолий Филатов, амбассатор. Я, кстати, тебя вначале не представила, представляешь? Да, все знают. Друзья, это... Ой, тебя умоляю. Друзья, это был Анатолий Филатов, NL Profit. Мы продолжаем вещание с мировой серии покера в казино Сочи. Продолжение следует...